Француз с итальянскими корнями Хьюг Мингарелли назначен главой представительства Европейского Союза в июле текущего года. Харьковскую область с официальным визитом он посетил впервые. На встрече с главой областной администрации Юлией Светличный посол ЕС обсудил перспективные направления сотрудничества. По словам Хьюга Мингарелли, Евросоюз и в дальнейшем будет поддерживать регион открытием новых рынков в ЕС, оказывать финансовую помощь и содействовать развитию инвестиционной привлекательности. «Мы предоставляем консультации по децентрализации для того, чтобы Харьковская область смогла получить максимальное преимущество от этой реформы. И мы также стараемся развивать тесные партнёрства между научно-исследовательскими центрами и вузами Харьковщины и Европейского Союза». «Поговорили о новых возможностях для малого и среднего бизнеса на территории области. Тех возможностях, которые откроются посредством открытия офиса поддержки и развития малого и среднего бизнеса при совместной работе Европейского Союза, а также ЕБР, который будет открыть сегодня». Также посол ЕС обсудил вопрос реформы местного самоуправления и создания современных центров админуслуг. Хьюк Менгарелли отметил компетентность областных властей и высокий имидж Харьковской области в Центральной Европе. Также, по словам посла, Евросоюз стремится помочь Украине защищать свою независимость, суверенитет и территориальную целостность. «Мы с восторгом смотрим на Харьковскую область и все те усилия, которые здесь прилагаются для того, чтобы помочь внутренне перемещенным гражданам, которых почти 200 тысяч. И мы хотим помочь вашей области и представителям власти и поспособствовать интеграции этих граждан с помощью гуманитарных программ и программ экономического развития». Посол Евросоюза принял участие в открытии в Харькове офиса Европейского банка реконструкции и развития. Финучреждение работает в Украине с 1993 года, предоставляет поддержку малому и среднему бизнесу. Реализовано 369 проектов на сумму около 12 миллиардов евро. Два года назад региональное представительство банка появилось во Львове. Теперь его офис разместится в Харькове. Он будет обслуживать все регионы Востока Украины. «Мы, безусловно, рады тому доверию со стороны Европейского банка реконструкции и развития представительства Европейского союза, что здесь, сегодня мы можем презентовать новую площадку для сотрудничества малого и среднего бизнеса с европейскими партнерами». Уверена, что этой возможностью воспользуются все харьковчане и все представители бизнеса. В мае текущего года ЕБРР и Евросоюз подписали соглашение о выделении 40 миллионов евро для поддержки малых и средних коммерческих предприятий Украины. Финансовая поддержка бизнеса направлена на решение главной задачи – интеграции Украины в единый рынок ЕС. Как рассказали руководители Банка реконструкции и развития, более полусотни частных украинских бизнес-компаний получат прямое финансирование. Также европейские эксперты будут оказывать консультативную помощь. «400 компаний также получат помощь в виде консультативной поддержки. Будет проведено обучение более 5000 менеджеров, сотрудников и собственников малых и средних компаний». «Мы открываем сейчас офис здесь, потому что для работы с МСП очень важно иметь офис на месте в регионе. Мы сейчас собираем команду для этого офиса и мы уверены, что эта команда сможет высоко нести знамя ЕБРР в этом регионе с тем же уровнем качества работы и услуг, которым ЕБРР славится уже 25 лет в этой стране». На открытие Харьковского офиса Европейского банка реконструкции развития приехали представители других регионов Украины. Первый заместитель главы Запорожской областной администрации Дмитрий Давтян рассказывает, они уже подготовили ряд проектов для получения финансирования. «Сегодня ЕБРР дает возможность получить финансирование на каких-то там достаточно льготных условиях по сравнению с тем, что он может получить на территории Украины от украинских банков. И консультация, и направление в том, как это получить и как это сделать, я считаю, что это очень важно для Украины». ЕБРР, один из основных инвесторов Харькова, заявил на открытие офиса банка первый заместитель городского главы Игорь Терехов. Он сообщил, на будущую весну запланировано подписание кредитного договора на сумму 200 миллионов евро. Средства направят на проектирование и строительство станции метро «Одесская». Также идут переговоры о выделении 10 миллионов евро на закупку для Харькова новых троллейбусов. «Мы конструктивно сотрудничаем с ЕБРР уже в течение трех лет и сегодня находимся на завершающей стадии, когда мы уже практически можем сказать, что ЕБРР совместно с Европейским инвестиционным банком будут принимать участие в финансировании третьей линии станции метрополитена». «Этот проект касается достройки, удлинения существующей линии и также предполагает перспективе закупку подвижного состава для отслуживания дополнительной линии дистанции. Если вам нужны более глубокие подробности, вы можете пообщаться с моими коллегами, которые этим проектом занимаются». В следующем году Европейский банк реконструкции и развития также планирует открыть свою сеть бизнес-центров. Организации будут располагаться в 15 регионах Украины, в том числе и в Харькове. Виктория Вашкевич, Борис Буцевич, Павел Велицкий. Объектив неделя.